Пахнет сосновою травой Нескошенной травой Клим журавлей над головой А значит мы живы Мы живы, ребята, мы живы, это точно Мы не знаем, сколько мы проживем, но у нас есть этот день И мы проживем его максимально У нас в гостях, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю вас Здравствуйте, меня зовут Наталья А вот вы говорите, что игра это подготовка к жизни А вот сейчас дети не играют в ролевые игры Они играют в виртуальном пространстве Либо в стрелялке, либо в торговлю Ну у них, конечно же, свои игры существуют, Наталья Однако вы, как взрослый человек, можете организовать для них игры Вы играли со своими детьми? Ну в детстве, да, я играла, в смысле в детстве Когда они были маленькие Вообще-то я больше с ними просто гуляла Так я не помню И спортивный мячик Ну вот то, что вы видите в детях сейчас Во-первых, не все играют в те игры, которые вы только что назвали Ну а во-вторых, даже если они играют в те игры, которые для нас сегодня не совсем понятны Но они на грани, да То ли это зло, то ли добро уже не разберешь Нам нужно учить детей в этих играх понимать В кого они играют и почему они хотят играть те или иные роли Поэтому повлиять взрослым на детей можно Только если взрослые включаются в контекст детских интересов Они сегодня все-таки в 21 веке другие, чем когда мы были маленькими, правда? Ну так получается, что дети уходят в виртуальное пространство еще с детства Получается так? Вы знаете, виртуальное пространство это расплывчатое понятие Интернет это жизнь И хотя мы не общаемся там лицом к лицу, но это живое общение И все зависит от того, что вкладывает сам человек Если для него это игра То тогда это виртуальное пространство превращается в сказку, в обман Если для него это настоящая жизнь То он так относится к общению в интернете И получает соответственную и информацию, и развитие Ну в общем, надо с этим смириться Смиряться с этим нельзя На это нужно влиять Но чтобы на это повлиять Нужно самим в этом виртуальном пространстве быть Кстати, вы в интернете бываете часто? Нет, не часто Жестокая информация Но если вы хотите повлиять на молодых людей Вам надо быть там чаще Зарегистрироваться на фейсбуке В общем, во всех социальных сетях Или не во всех, простите, но в каких-то И пытаться понять, чем там занимаются молодежь В частности, вы слышали о таком ресурсе, как Твиттер? Нет Это очень потрясающая, прекрасная возможность Например, недавно я общался с людьми, которые в общественной палате Или вот вчера комментировали футбольный матч Спартак-Челси и так далее Люди буквально пишут 2-3 предложения, а там больше и нельзя И очень короткими фразами высказывают свое мнение Дают ссылочки на то, что они прочитали, сфотографировали, увидели Ты вступаешь с ними в диалог, соглашаешься, споришь В общем, идет живое общение И ты выбираешь, с кем ты будешь общаться Поэтому вопрос там состоит тоже вот в этом древнем законе С кем поведешься, от того и наберешься Поэтому, чтобы вам повлиять на молодежь И знать, с кем там надо в игры играть Простите Вам надо самой почувствовать это на себе Кстати, вас интернет вообще не привлекает Вы не хотите там часто бывать, да? Да, не хочу А почему? Ну, во-первых, первое, что на первом плане Это глаза болят Влияет на зрение Ну, вы знаете, можно ведь не часами там сидеть Посидели, 20 минут на 5 минут вышли, погуляли То есть в течение часа можно по 15 минут Или, точнее, по 10 минут сидеть По 5 минут отвлекаетесь И таким образом глаза не будут иметь тяжелой нагрузки Тем более, что есть еще и тренировка для глаз Специальная Чтобы не уставали глаза То есть это все можно изучить Это можно преодолеть Какая еще причина, почему вы в интернете не хотите бывать часто? Страх зависимости Это хорошо, что этот страх есть Поэтому вы уже будете на стороже И зависимость, от которой сможете потенциально находиться Вы уже ее увидите заранее То есть хорошо, что у вас такой страх есть Но вы боитесь зависимости от чего конкретно в интернете? Вот от этой затягивающей его, затягивающего свойства Вы чувствуете, что я зависим от интернета? Как-то вот это в интонации или в чем-то еще проявляется, нет? А, ну, я не знаю, не знаю, не могу сказать То есть так вот на первый взгляд не бросается это в глаза, да? Да Но в интернете я провожу каждый день Наверное, часа по три, по четыре Иногда бывает и пять часов Ну, стандартно это часа три Это достаточно много, на ваш взгляд? Три часа? Нет, это на грани где-то, наверное Но у меня довольно часто бывает И до пяти часов доходит Потому что когда я готовлюсь к эфиру После него И в социальных сетях я консультирую И там людям помогаю То есть там масса разного общения происходит И, наверное, вы, человек, обладающий способностями Нужны тем людям, которые о вас не знают Но если вы появитесь в этих социальных сетях С определенной целью У меня цель стоит определенная Я решаю там конкретные задачи Которые сам перед собой поставил Вот когда с таким настроем туда погружаешься То даже если вдруг и впадаешь в зависимость Она непорочная Ты успеваешь это осознать И вовремя себя проконтролировать Так что ставьте цели Формулируйте задачи и вперед Хорошо, спасибо Спасибо и вам, Наталья Наш прямой эфир «День добрый» продолжается Если вы хотите избежать вообще любой зависимости Всегда старайтесь определить для себя цель Чего вы хотите достичь В результате общения с людьми Или в интернете Что угодно Это первое И второе Вам нужно сформулировать задачи Как вы будете достигать этой цели Задача это как шаг Первый, второй, третий, четвертый Задачи должны быть сформулированы последовательно Одна за другой Чтобы вы знали Делая первый, второй, третий, четвертый, пятый шаг Вы достигаете цель Вот когда вы таким образом поработаете над собой Тогда практически вы себя Ну как вот профилактическая прививка Ставится от гриппа сейчас Точно так же и вы ставите эту прививку Для своей души Или своим мозгам Вы уже защищены От любой зависимости Чтобы погрузиться в нее И стать ее рабом Ток-шоу «День добрый» И я его ведущий Евгений Сарапулов с вами И к вашим услугам Номер телефона, если вы живете в Москве 8-4-9-9-197-2-2-5-1 И бесплатный номер Задача